Повышение престижа профессии педагога и его статуса в обществе станет одной из первостепенных задач, которую министр просвещения Сергей Кравцов поставил перед членами Общественного Совета Приминпросвещения России. Мы сделали серьезный шаг для повышения престижа профессии учителя и качества педагогического образования. Президентом России 23-й год объявлен годом педагога и наставника. Это решение говорит о признании высокого статуса учителей и о важности той работы, которую они проводят. Целый ряд поручений, данных президентом, направлен на повышение престижа профессии учителя, на социальную поддержку учителей, изменение подходов к профессиональному росту, отметила Голикова. У нас, можно сказать, сегодня бум педагогического образования, повышается статус, престиж профессии, сказал Кравцов в эфире канала Россия 24. Нынешний год педагога и наставника подчеркивает огромную значимость и ответственность профессии учителя. Мы видим, что ее престиж растет, сказал Кравцов в ходе церемонии открытия образовательных учреждений. Наименьшие заработные платы в России получают дворники, уборщики, воспитатели и няни, а также учителя, свидетельствуют данные сервиса HeadHunter, собранные для РИА Новости. Дворники, уборщики, воспитатели и учителя. Привет, просветители. Наверное, это будет самый короткий ролик в истории этого канала. Я просто, правда, не знаю, как это без мата комментировать. Зато очень полезный ответить сразу же на кучу вопросов. Когда ваш ребенок придет из школы и скажет, что у него теперь математику ведет физрук, покажите ему начало этого видео. Когда ваша соседка начнет возмущаться, что в школе ее дочери все еще работает глюк Андреевна, которую к детям на пушечный выстрел подпускать нельзя. Но почему ее не увольняют? Покажите ей начало этого видео. Когда классный руководитель спросит, Сережа, ты такой умничка, почему ты не хочешь стать учителем? Покажите ей начало этого видео. Когда вы узнаете, что в педагогические вузы идут по принципу «на тебе, боже, что самим не гоже». Пересмотрите начало. Когда очередной депутат начнет удивляться в своих соцсетях, а что это студенты не идут в школы работать? Отправьте ему эту статистику. Когда Сергей Сергеевич Кравцов на следующей встрече со студентами начнет сказки о престиже педагогической профессии рассказывать. А он начнет. Задайте ему вопрос об этих цифрах. Когда вы прочитаете новость, что все больше и больше молодых специалистов бегут из школы, выпучив глаза, не удивляйтесь, а просто вспомните начало этого видео. Когда еще один преисполнившийся политик разродится тирадой о призвании учителя, отправьте ему ссылку на статью РИА Новости. А, у них же комментарии обычно закрыты. Очень важно мнение народа. Когда очередной чинуша решит предложить, а давайте учителя еще вот этим будут заниматься. Пошлите его сюда, чтобы со статистикой ознакомился. Я искренне уважаю труд дворников. Это тяжелая и нужная работа. Но когда труд учителя оплачивается так же, это позор. Ты учишься пять лет, ежегодно проходишь разные курсы, постоянно слышишь от учеников, родителей, чиновников, какое ты днище и получаешь за это чуть больше уборщика. Наша система образования одна из лучших в мире, заявляет с трудом связывающие слова в предложении Сергей Кравцов. Ваша система образования на уровне метлы и мусорки. Это не метафора, это статистика. Вы детей к мусору приравняли. Работа с разбросанными бумажками на полу оценивается так же. Ваша система образования жива только потому, что существуют гимназии, советские учителя и Москва. И да, заметочка на полях. В эти средние по стране 40 тысяч входит и зарплата московских педагогов. А по данным РБК в прошлом году она составила 144 тысячи. А теперь просто представьте, что же творится в провинции, если столичные 144 тысячи в итоге превратились в 40. Кравцову, Лантратову, Музаеву, всем этим прекрасным людям, отвечающим за образование, надеюсь, живется хорошо. Интересно, а во время следующей встречи с президентом Сергей Сергеевич Кравцов этими цифрами не похвастается? Другой вопрос. А высшие чины об этой ситуации правда не знают? Чего удалось добиться за год педагога? Ну, без ложной скромности могу сказать, что мы убрали словосочетание «педагогическая услуга» и «закон об образовании». Молодцы какие! И учителя в нашей стране получают столько же, сколько уборщики. Работаем над повышением престижа профессии. Зато теперь в связи с замедлением или блокировкой Ютуба будет легче только правильную информацию об образовании распространять. Все хорошо, все довольны, работаем! О том, что учителя и дворники находятся в одной социальной группе, официальная телега Минпроса вам не расскажет. А вот моя – да. Зато поделится информацией, что в стране проводится акция «Ромашка в ладошке» и как здорово отдыхать в Артеке. Потому что ничего кроме «Ромашки» в свою протянутую ладошку учителя не получат. А глава Рособорнадзора Музаев заявляет, что нужно возвращать репетиторов в школы. «Как?» – спросите вы, если педагог в школе получает зарплату уборщика. А Музаев вам ответит. «Мы введем единые учебники!» Я не завис. Я просто даю вам время информацию переварить и осознать глубину падения. Мы вот учебники единые выпустим, и люди, которые сейчас хорошо получают, в школу ломанутся. Наверное, чтобы перед дворниками своими доходами понтоваться. Я раньше почему репетитором работал? Потому что у меня единых учебников не было. Российские учителя и воспитатели, люди, которые обеспечивают будущее стране, унижены своим же государством. Это даже не позор. Это позорище. В целом, в топ-25 специализаций самой низкой оплаты труда чаще всего попадали те роли, которые не требуют профессионального образования или специфических навыков, квалификации. Либо те, на кого сегодня нет повышенного спроса. Объяснили в сервисе. Осталось только понять. Это учителям профессиональное образование не нужно? Или они просто российскому обществу не требуются? Спасибо за внимание, друзья. И чтобы не потеряться в это время замедления и блокировок, подписывайтесь на мой телеграм. И если есть желание поддержать меня, то на мою страничку Boosty подписка стоит 99 рублей. Да, давно мне, конечно, так грустно не было. И я не про 99 рублей.